Не давайте деньги детям! Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами. Зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Друзья, всем белка, с вами Катя Бенчик. И мы в столице Татарстана, в Казани. Когда мы приехали в главную гастрономическую столицу России, город Казань, я сразу спросила в нашем телеграм-канале «Ребята, какие же у вас самые популярные кондитерские?» И мне выдали топ-2 – смородина и эклер. В эклер мы сходили. Отзыв можете почитать в нашем телеграм-канале. Хорошо, что не стали делать полный обзор, потому что там было все потрясающе красиво, но на вкус было полнейшее разочарование. Поэтому сегодня мы пришли в кондитерскую смородина. Она безумно уютная, красивая, дружелюбная. Стоп, а Саша полетит, она прям не от тебя. Как вы поняли, сегодня я снимаю не одна, но другого выбора у нас нет, ребят. Мы заказывали кучу всяких разных позиций. Наполеон, медовик, шикарные булочки, эти вензели с малиной. Я здесь хочу все попробовать и заценить, потому что гроза сладкого мира. Просто обязаны это сделать и попробовать самую вкусную кондитерскую. Пока пьем кофеек. Смотрю, какие цены здесь. Очень, кстати, достаточно бюджетно. Ждем позиции и начинаем дегустацию. Нам уже принесли все десерты. Честно, выглядит безумно красиво. Особенно меня поразил медовик. Как вы знаете, мы всегда по медовику определяем, насколько хорош уровень кондитерской и кондитеров, которые в ней, конечно же, работают. Наполеон. Просто шедевр. Самый дорогой торт из всех сегодняшних позиций. Красивый вензель с малиной. На нем Аса потрясающе танцует. Свою румбу, румбу-пумбу. А давайте начнем сегодня вот с этого сметанника. Мы выбрали его последним. Он стоял на другой стойке. 300 рублей стоил сметанник с сезонными ягодами. Сейчас у нас сезон, видимо, голубики. Но мне кажется, у нас в России круглый год сезон голубики. Давайте попробуем. Он очень похож на сметанник, который делают у нас в отеле. Я каждое утро его здесь ем. Я вам так скажу, ребята. Я уже на 90% состою сейчас из Ачпачмака. В Казани потрясающе вкусная выпечка. И они умеют работать с тестом. Это очевидно. Сметанник очень нежный, вкусный, нежирный. Я не хочу вас сегодня грузить цифрами. Давайте просто делать такую градацию топ-не топ. Сметанник топ. В меру сладкий, нежный, когда хочется чего-то легкого перекусить после обеда, например. Мне понравилось. Огромное количество ягод. Ягод не пожалели. За эту стоимость классный вариант десерта. Сын мой, да? Губа не дур, а хочет Наполеон попробовать, потому что это самый дорогой торт на сегодня. Как я уже сказала, 360 рублей. Пожалуйста. Давай, я так, так, возьму сейчас один. Это вкусно. Зачем я еще ию? Честно, не хотелось бы скатываться в мистер Макса и мисс Кэти, но вопрос сегодня другого выбора. Нет, ребят? Детская комната работает с трех часов. Крем здесь. Да, он отчасти заварной, как будто бы он сметанно-заварной, но он сильно мучнистый, и в нем нет какой-то прям легкости, душевности. Это просто, ну, как будто бы Наполеон. Для меня Наполеон имеет немножечко все-таки другой обычный характер вкуса. Его можно съесть, он приятный, но я ела, конечно, гораздо вкуснее. Все вспомнила, да? Там в Орламову Наполеон какой-нибудь, там был другой крем, да? Здесь для меня это не классика, он такой норм. Да, все-таки у нас градация из трех, смотрите. Топ, норм, не топ. Это норм. 3,60, наверное, не стоит. Сметанник был гораздо вкуснее. Лично на мой субъективный вкус. Ну, здесь весь обзор это мой субъективный вкус, как мы помним. Митя, тебе понравилось? Нет, нет. Ну, все ему понравилось. Ну, он любит у нас, в принципе, все. Кроме растительных сливок. А давайте с вами попробуем вот такую красоту. Это чизкейк черничный. Стоил он 300 рублей. Инсистенция очень нежная. Внизу такая шоколадная основа, но она, кстати, как будто бы не хочет хрустеть, как будто бы она немножечко подмокла. Хм, он такой достаточно кислый, и он больше похож на творожника, а не на чизкейк. Почему так кисло? Я очень удивлена, что черничный вкус может так кислить. По ощущениям, это больше черное с морозином. Думала, будет он поспокойнее. Основа песочная. Ну, такая достаточно липкая, плотненькая. Из хороших ингредиентов сделана. Все же для меня это больше творожная запеканка с черничным вкусом. Для меня чизкейк норм. Вкус необычный, в сочетании черники с шоколадом. Думаю, любители найдутся. Но даже выбирая здесь между Наполеоном и чизкейком, даже Наполеон был повкуснее. Just my opinion. Я хочу сейчас выпечку. Давайте возьмем вот этот роскошный малиновый круассан. Это просто предел всех эстетик. Стоил 320 рублей. Сублимированная малинка. Здесь такая глазурь. Сейчас модно очень в Москве делать такие круассаны. Я вам скажу, что Казань ни разу не отстает от Москвы по гастрономическим изыскам. Здесь все потрясающе красиво, хороший сервис, вкусно. Мне очень нравится. Поэтому я не замечаю сильной разницы между Москвой и Казанью в данном случае. Круассан супер увесистый. Ой, круассан, где сейчас? Она только похожа на... Честно. Спасибо. Подошли и входят. Тут что-то кричат, шумят. Котики. Ребят, он такой тяжелый. Я вам серьезно. Все, он потрогает тяжелый. Как шумит, как шумит, как шумит. Ну, это вообще мама миа, белиссимо граци. Я вся изгваздалась, но оно того стоило, чтобы вам показать. Это безумие вкуса. Здесь так много начинки. Она очень вкусная. Мне супер понравилась здесь глазурь. Она мягкая. Какая приятная глазурь. Она не хрустит. Она именно мягкая, нежная, шоколадная. Сублимированная малинка. Приятно хрустит на зубах. Огромное количество начинки. Как сливочной, так и ягодной. Это от меня топ. Очень вкусно. Я бы брала такой круассан себе на завтрак. И красиво, и вкусно. Очень классно. Да. Мне нравится. А давайте попробуем красный бархат с клубничной прослойкой. Вы знаете, красным бархатом меня сложно удивить, потому что я точно не фанат этого десерта. Но данный шедевр выглядит очень даже красиво. Сочный, мягкий, нежный. Прям видно. Вот можно вот так взять. Да. Честно, он такой пустой. Вообще в нем нет вкуса. Особенно мне не понравился верхний крем. Это крем чистый, но как будто бы его взбивали на воде, а не на сливках. Он такой жидкий. Я не знаю. Ни сладости, немножечко только соленость присутствует. Бисквит стандартный, красно-бархатный, который я не очень люблю. Вот именно американские виды бисквита. Мне кажется, какой-нибудь шифоновый всегда играет лучше в торт. Клубника очень слабая и неяркая. Вот сейчас я как раз поняла, когда на шоу-кондитер говорят, ну почему вы не можете сделать яркой клубнику? Мало того, что она на вид неяркая, так она на вкус такая же. Она потеряла всю свою оригинальность здесь клубника. Просто какая-то желешка с каким-то фруктом. Она больше похожа даже на какое-то детское питание. Нет, красный бархат для меня не норм. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами. Зарабатывают настоящие деньги в играх. И кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. А сейчас мы попробуем датскую слойку с малиной. Стоила она 300 рублей. Мне кажется, сейчас каждая уважающая себя пекарня должна делать подобие такой слойки. Можно называть ее вензель с малиной, как, например, в Буше. Здесь назвали датская слойка. Выглядит аппетитно. Здесь куча свежей ягоды. Например, в Буше там все же это больше конфи. Ягода уже переработанная. Прошла тепловую обработку. Здесь выглядит крайне вкусно. Я ломать ее не буду, потому что это будет вармстом. Здесь огромное количество крема. Давайте ее разрежем. Это хорошо. Я пытаюсь совместить. Крем не такой, как в Наполеоне. Почему бы им, в Наполеоне, было не сделать вот такой крем? Честно, для меня, опять же, чуть мучнисто. Заварной крем, он должен быть сверходнородным. Сильно тягучий. Сладковатый, но малина здесь все балансирует. Приятное тесто. Классная булка. Я бы такую повторила наравне с мариновым круассаном. Поэтому я ставлю этому десерту топ. Все уже просят медовик. Уже люди прохожие говорят, Катя, Бельчик, пожалуйста, попробуй медовик. 320 рублей порция вот такого медовичка. Интересно выбран крем. Не классический сметано-сливочный, который я обычно люблю в медовиках. Давайте просто попробуем. Главное преимущество, которое я могу здесь выделить и хочу выделить, это очень яркий мед. То есть ты сразу ешь торт и понимаешь, что это медовик. Это не какая-то замена, просто песочное тесто с названием медовик. Но для меня сильно сухо. Я вообще не понимаю, куда здесь потерялся крем. Особенно за счет вот этой мелкодисперсной крошки наверху. Просто как будто песок какой-то ешь сухой. Ну вот крема прям супер мало. Он не тает во рту. Ты чувствуешь, что ты ешь тесто с тоненьким слоем крема. Все. Крем я даже не могу понять, что это за крем, потому что его здесь слишком мало. То есть коржи они хорошо постарались, раскатали. Выбрана просто неудачная рецептура. Я уверена, что кондитеры компании из смородина могут сделать гораздо лучше медовик. Ну я же вижу по всем другим десертам, что они могут сделать вкусно, как сметанник. И Наполеон даже вкуснее вот этого медовика. То есть если бы я попробовала первый медовик, я, наверное, сильно расстроилась, потому что, вы помните, это определяющий вообще фактор в любой кондитерской. Не знаю. Ну вот не хочется вообще больше его есть. Это не топ. Вот такое маленькое чудо. Это орешек с сгущёнкой. Мы взяли две штуки. Одна уже куда-то ушла. Там начинка. 160 рублей. Идеально. Орешек просто идеальный. Я обожаю орешки со сгущёнкой и всегда ищу какие-то вкусные варианты. Но зачастую в кофейнях недорогих продают с заменителями сгущёнки, понимаете? Это какая-то не до карамель, не до сгущёнка, что-то жидкое, неприятное. Здесь идеальный хруст теста был. Оно такое песочное. Прям рассыпается. Очень понравилось. Сладенький, вкусный. Да. За 60 рублей это супер топ. Но раз нам не понравился медовик, может быть, нас удивит медовая картошка. Вы когда-нибудь такое ели? Я лично нет. Стоило 160 рублей. Интересно, они из того же теста делали, что медовик? Ну, это не картошка. И не медовик. Ну, как после такого волшебного орешка со сгущёнкой, я могу оценить вот этот вот медовик, медокартошка. Просто какая-то плотная, чуть сладковатая масса. Издалека с оттенком мёда. Здесь очень много орехов. В ней нет никакой нежности. Я не поняла вообще задумки. Наверное, это можно сделать вкусно. А может и не надо. Понимаете? Раз не существует медовикартошки. Какая-то это иллюзия пирожного. Не знаю. Не топ. А вот и время настало птичьего молока. Стоила такая порция 300 рублей. Ой. Слышно, прям классненько. Да. Вы знаете, я уже сидела и думала, что мне понравилось больше. Но очевидно, что вчера, сходив неудачно в эклер, мне очень нравится смородина и по своей концепции, и по дизайну, по вкусу. Но пирожное птичье молоко мне очень напомнило вчерашнее эклер. Но настолько неудачная вообще рецептура. Ощущение, что ты ешь не суфле, а какой-то застывший заварной крем. То есть это настолько далеко от классической птички. А я знаю толк в птичках, честно. Это тоже один из моих любимых видов торта, но, конечно же, после медовика. Плюс бисквит какой-то подзаветренный, может, у вчерашней, я не знаю. Глазурь здесь хорошая сверху, да, удачная, как и на круассане. Хорошо у них это получается. Но никакого удовольствия от торта. Он какой-то вот прям пустой, никакущий. Ну, какой-то, знаете, просто вот размяк какой-то. Я, назовите меня птичкой, а я буду вот лежать, лениться, буду ленивой птичкой. Не понравилось. Не топ. И он намазка не хватает на этот торт, да? Когда не понял шутку. Я поняла. Сегодня вообще в меня какая-то зумерша вселилась. Я какой-то топ, не топ, чё с вами. Не знаю, это на меня, наверное, просто погода так влияет. Молодец. Казань, Казань, город молодежи. Прикидывай, что там не мой ребенок сзади. Что я просто такая одна. Сижу, ем тут как бы, да, заварное кольцо с малиной. Стоило оно 200 рублей, и я уже примерно представляю, что будет внутри. Там будет та же начинка, что от малинового круассана. Давайте просто разломаем. И та же в целом глазурь, просто будет другое тесто. А, слушай, нет. Ну смотри, она выпендривалась. Все не то, чем кажется. Наверное, сладковато для меня чуть-чуть. Ну хорошо. Супер органично. Прям да. Здесь очень удачная рецептура теста. Получился хрустящий каракелюр. Внутри приятная творожная начинка. Немного такого легкого малинового конфитюра. Классно, легко. Если не хочется чего-то тяжелого, в стиле круассана, потому что он действительно огромный. И нужно здесь брать, наверное, только его. А это уже какое-то приятное дополнение. Например, там, бриошу с семгой, не знаю. Ну, что-то вы там взяли, покушали салатик какой-то. И потом закусили творожным кольцом. Определенно, да. Это топ. Чего я говорю, топ? И давайте с вами составим топ-3 десерта, которые мне здесь больше всего понравились. На первом месте сметанник. Вот он как был первым, так он мне больше всего и понравился. Да, возможно, это правило первого укуса, конечно. И он мне запомнился больше всего. Самый яркий. На второе место я бы поставила круассан. Действительно вкусно, классно. И третье место займет орешек со сгущенкой. Вот так вот. Но в целом еще просто выделю, конечно же, вензель с малиной. Датская слойка. И творожное кольцо. Классно. Общие впечатления сугубо положительные. Классная кондитерская. Повезло вам. Ну, что сказать, да? Не всегда вот мне удается что-то вкусное попробовать. Он такая, знаете, вот полумежду. Если бы мне каждый десерт понравился, то да. Но есть над чем работать. И я бы в целом сюда еще вернулась и попробовала бы какие-то основные блюда, наверное.